Музыка Вот так неистово радовались своей победе в матче звезд женской хоккейной лиги игроки команды Запад. Но ни одной этой игрой был примечателен сегодняшний день недели звезд хоккея. Незадолго до начала встречи в Уфа-арене прошла пресс-конференция с участием президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и вице-президента КХЛ Георгия Кобылянского, которые высоко оценили готовность всех служб и объектов, задействованных на неделе звезд хоккея. Еще раз хотел поблагодарить, конечно, в первую очередь Рустем Закеевича, правительство, спорткомитет и особенно клуб тоже, потому что все, в принципе, на них, они уже профессионалы. Еще одним гостем на пресс-конференции стал заместитель премьер-министра республики Башкортостан Марат Магадеев, который рассказал собравшимся с журналистом о том, как Уфа готовилась к неделе звезд хоккея. Те мероприятия, которые вы видите в течение текущей недели, которые еще увидите, это, конечно, уже результат той многодневной, даже многомесячной работы, которую провела команда, которая здесь находится. В фойе нашей арены перед игрой в перерывах матча по традиции было много интересного. Большой интерес у болельщиков вызывали точки продаж атрибутики, где любой желающий мог приобрести себе памятные сувениры. К этому грандиозному празднику было приурочено и еще одно событие – специальное гашение штемпеля, выпущенного к неделе звезд хоккея. Среди зрителей, пришедших на этот матч, особенно выделялась организованная группа ребят из Уфимского кадетского корпуса, которые уже несколько лет поддерживают Агидель. Мы увидели людей, мы обсуждали, о, нифига, сколько народу все, ну, пришли на нас посмотреть и поддерживать нас, поболеть. И вольновались, конечно, даже посмеялись, главное не упасть. Очень много людей пришло из кадетского корпуса, замечали их? Да, замечали, и спасибо им, что пришли, поболели за нас, очень приятно тоже. Если же говорить об игре, то с самого ее начала нельзя было отдать предпочтение какой-либо из команд. Восток и Запад играли примерно на равных, а вот Фортуна благоволила только западникам, которые после двух периодов ввели со счетом 3-0. Не хватало, наверное, завершения атаки нам, потому что мы имели как бы моменты, я бы не скажу, что как бы игра была там кто-то слабее, кто-то сильнее, игра была на равных, просто мы не реализовали свои моменты. В третьем периоде трибуны гнали восток вперед, и казалось, что вот-вот номинальные хозяева забьют, но сделать им это было не суждено. Досадное поражение, которое ничуть не испортило настроение от прекрасного праздника, организованного на Уфа-арене. Оль, ну для начала свои эмоции делись. Очень понравилась организация, все так на высшем уровне, открытие классное было, хотя там из-под трибуны смотрели, чуть-чуть видели так, все очень понравилось. Первый исторический матч звезд ЖХЛ получился классным. Шикарная атмосфера на арене, яркий хоккей в исполнении прекрасных девушек сделали это действие одним из грандиозных событий этого сезона. Эдуард Хизбулин, Константин Данилов, хоккейный клуб «Салават Юлаев».